Сегодня в ролике. Кто такие граффички, тегеры и трафаретчики? Как на стенах вашего дома появляется реклама наркошопов и неужели с этим могут быть связаны правоохранители? Как появились данные профессии, неужели оффлайн-реклама наркопизнеса все еще актуальна? Почему профессия граффичика популярна среди школьников, студентов даже больше, чем работа кладмана? Сколько получают криминальные художники и насколько развита данная ниша в 2022 году? Неужели за одну граффити вы можете присесть на несколько лет, а граффичики являются еще более расходным материалом, чем кладманы? Я попробую устроиться на работу граффичиком, сделаю крупный заказ на огромное количество тегов, а также постараюсь зайти на рынок нарко-арта под видом владельца большого наркошопа. Эксперимент в этот раз вышел далеко за привычные границы, так что будет горячо. Пройдемся по одной из самых популярных и одновременно одной из самых неосвещенных профессий наркобизнеса. Приятного просмотра. Граффичики, тегеры, даркнет-магазины и прочая теневуха. Конечно, как явление, такую работу рассматривать всегда интересно, но согласитесь, ни вы, ни я никогда не вписались бы в такую мутную профессию. Поэтому в сегодняшнем ролике, кроме очевидно неподходящих путей заработка, я решил рассказать вам и про весьма актуальные. Как вы знаете, рынок крипты сейчас, мягко говоря, упал. Одни трейдеры уходят из профессии, другие распродают свои состояния, ну а третий понимает в чем соль, ведь во времена всеобщего хаоса, ниша P2P трейдинга может приносить неплохие средства за счет разницы цен. Но если вы все еще не погрузились в данную сферу, то предлагаю вам обратить внимание на серию обучающих постов в уже знакомом вам паблике Абузище. Ребята создали один из лучших детальных гайдов для новичков по нише P2P трейдинга и продолжают не только делиться новыми интересными связками для заработка, но и постоянно публикуют прочие схемы для полупассивного увеличения своего состояния. Многие из вас, скорее всего, видели, как я поднял более миллиона рублей на P2P схеме через турецкий банк. Так вот, Абузище имеет в своей обойме несколько схожих схем, которые уже были проверены многочисленными подписчиками паблика. Большинство схем не требует вложений, так что однозначно сможете найти самый подходящий для вас вариант. Ну а механизм работы данных Абузов изложен максимально простым языком, поэтому долго разбираться в тонкостях и натыкаться на подводные камни в неизвестных вам нишах не придется. Вы просто читаете удобно составленный материал, выполняете определенный алгоритм действий и формируете свой доп. заработок. Но если вы хотите провернуть какую-то небольшую схему и крайне быстро подзаработать, то в телеграм-канале ребят присутствует рубрика «Мини Абуз», в которой описаны схемы, требующие от вас пару минут внимания и дающие небольшой, но приятный заработок в тысячу рублей. К тому же Абузище теперь есть не только в Телеграме, но и на Ютубе. Ребята постоянно публикуют новые видосы, а также проводят стримы, так что узнавать о новейших схемах для доп. заработка теперь еще и проще. На данный момент на канале ребят можно найти уже видео с Абузом биржи на 60 баксов и отличный ролик с простым разбором трейдерских механизмов. Приведите по ссылке в описании, подписывайтесь на паблик и заполняйте свободное пространство в вашем кошельке с умом. А сейчас переходим к ролику. Кто такие граффитчики? Самая культура граффити берет свое начало еще в 20 веке, однако говорить мы будем не о высоких материях стрит-арта. К сожалению, на просторах СНГ понятия граффитчики чаще всплывают в СМИ в контексте наркобизнеса. Теггерами, трафаретчиками и граффитерами называют тех ребят, что оставляют рекламные ссылки на наркошопы, только не в онлайне, как многие могли бы подумать, а в оффлайне, на стенах панелек, бараков и просто проходных улиц. Вероятнее всего, вы могли встретить такие надписи около своего дома, на какой-нибудь стене, на асфальте или люке, а может быть даже в вашем подъезде. Но как вообще появилась данная профессия? Что ж, информации по этому поводу в открытых источниках не так много, однако, скорее всего, она пришла в СНГ вместе с интернет-рынком запрещенных веществ. Ведь и по сей день на стенах многоэтажек можно встретить не только ссылки на тг-боты или аккаунт, но и ники барыг в джаббере. Это еще более секьюрный способ связи, который уже популяризирован в начале нулевых, так что граффити промышляют в РФ уже более 10 лет. К тому же, не стоит забывать, что стрит-арт пришел к нам прямиком из хип-хоп-культуры, а данная комьюнити, мягко говоря, имеет определенную связь с запрещенными веществами. Многие творения уличных художников посвящены конкретно психоактивам, получается, идея пропаганды запрещенки через граффити не нова. Но неужели в 2022 году оффлайн-реклама наркошопов все еще актуальна? Конечно, говорить об эффективности конверсионной способности такой рекламы можно с трудом, так как и я, и вы, скорее всего, не являетесь владельцами наркошопов. Однако, судя по огромному количеству статей о сдержаниях трафаретчиков на территории СНГ, такой настенный маркетинг более чем популярен. Интересно и то, что в среднем возраст задержанных редко больше 20-22 лет, то есть все в лучших традициях кладманов. Граффитчиками чаще всего становятся именно студенты и школьники, желающие быстро и легко подзаработать. Насколько тяжела ответственность за такую творческую работу? Тут мнения разнятся. Одни источники утверждают, что граффитчиками может грозить от двух до трех статей. Порча имущества, вандализм и даже реклама наркотиков. В случае порчи имущества и рекламы наркотиков, юным художникам будет грозить административный штраф. А вот если их возьмут в виде группы лиц, то по статье о вандализме им может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Правда, другие источники утверждают, что часть всего за ссылками прячется несколько переходников, пройдя через которые ты уже попадешь на наркоресурсы. Такой финт позволяет граффичкам избегать ответственности за рекламу запрещенки. Но самое интересное здесь то, что исходя из других источников, по ту же статью может попасть человек, решивший убрать рекламную ссылку с фасада дома. Да, вам не послышалось. В некоторых случаях закрашивание наркосылок может привести к осуждению за мелкое хулиганство, хотя большая часть властей в официальных комментариях утверждает, что никого за такую инициативу наказывать не будут. Такую позицию можно понять, ведь сами госорганы, судя по многим журналистским расследованиям, не спешат убирать надписи со стен панелек, многоэтажек и ТЦ. По их словам, убрав одну надпись, они освободят место под новую. Так что такая борьба является почти бесполезной. Конечно, порой можно встретить теории загоров о том, что госорганы являются рассадниками многих ссылок и используют их в качестве наживки для наркозависимых и барыг, однако давайте пока не будем надевать шапочку из фольги и поговорим о более реальных вещах. Я не обладаю никаким серым бизнесом, так что я решил связаться с человеком, который напрямую связан с наркорынком и чуть пора спрашивать его об особенностях работы графитчика. По словам парня, профессия графитчика действительно является чуть более безопасной, чем работа кладманом. Судя по его опыту, обычно если правоохранители ловят трафаретчиков с поличным, то чаще всего избивают и отпускают. Реже привлекают к ответственности по уже названным статьям. Плюс ко всему, за счет отсутствия больших рисков в такой профессии молодежь интересуется чаще, чем вакансии тех же кладманов и курьеров, но объявления о наборе в арт-группу почти всегда ищут в Телеграме. За одну надпись трафаретчики получают от 80 до 100 рублей, а работают обычно от двух месяцев до полгода, зарабатывают нужную сумму и идут по своим делам. Хотя в редких случаях графитчики все же начинают идти по карьерной лестнице и начинают подрабатывать курьерами из-за нехватки денег. Что ж, информации мы получили вполне достаточно, однако говорить о ее правдивости пока трудно, так как она исходит из одного источника. Поэтому давайте попробуем устроиться на работу графитчиком, проверить полученные факты и чуть глубже погрузиться в специфику наркохудожников. Что ж, пишем запрос в Телеграме графитчики, какова неожиданность, нам действительно выдается несколько пабликов на выбор, админам которых мы напишем по поводу трудоустройства. Как и в случае со спортиками, в некоторых диалогах мы получаем перманентный игнор, однако достаточно быстро я наткнулся и на активных нанимателей. В первом случае у меня сразу поинтересовались о предыдущем опте работы в данной сфере, чего, к слову, не было, когда я пытался устроиться на работу спортика. Ну а после номинальной проверки моей квалификации начался более интересный этап вербовки. Менеджер уточнил, есть ли у меня баллончики с краской, сообщил условия оплаты, по которым я буду получать от 50 до 100 рублей, и сообщил, что необходимо запилить сигну со своими баллончиками. Я немного не ожидал такого поворота, так что собрался с мыслями и пошел в магазин покупать те самые баллоны. Спустя пару часов я сбросил ему сигну, и чтобы вы думали, на этом вербовка не была окончена. Мне предложили заполнить импровизационную анкету с вопросами вроде даты рождения, в каких городах я готов работать, какой мой опыт в данной сфере и употребляю ли я в паф. Ради эксперимента я решил ответить на последний вопрос положительно, ведь в таком случае наркошок мог бы предложить мне получать оплату в товаре, однако по итогу данный вопрос мог и негативно появляет на мое трудоустройство. После заполнения анкеты прошло около суток, однако новостей не поступало, так что я решил поинтересоваться, как идет процесс оформления меня на работу. Мне сообщили, что сегодня делать нечего, а уже завтра мне придет небольшой заказик. К сожалению, после этой переписки последовал игнор. Но, естественно, на этом я не остановился. Следующий мой наниматель был более прямолинейным. Вместо анкеты сигн с болотчиками он тут же перешел к делу и дал формальное тестовое. Условия таковы. 100 надписей, 6000 рублей плюс оплата расходов по окраске. Но чтобы начать свой путь в мире наркоарта, необходимо оставить 2-3 надписи в проходимых местах и сбросить фотки с координатами. Что ж, настолько далеко наш эксперимент я решил не заводить и отправился к следующему нанимателю, с которым у нас установился намного более глубокий коннект. После того, как я сообщил о своем желании устроиться графическом, менеджер тут же предложил мне другую работу. Делать фотографию номеров машин, за каждую машину будут платить по рублю, а минимальное количество пота принимается в количестве 100 штук. Работа на пробив сервис, конечно, интересная штука, но я решил оставить ее для другого рынка и поинтересовался, нет ли актуальных предложений по граффити. К сожалению, за этим последовал отрицательный ответ, однако в этот момент я решил слегка сменить правила игры. Что ж, после того, как мы изучили рынок стороны граффитчиков, давайте попробуем стать тем самым нанимателем и заказчиком надписи и посмотрим, что из этого может получиться. Как мы помним, последний менеджер жаловался на отсутствие заказов по граффити направлению и поэтому не смог принять от нас работу теггером. Давайте попробуем увеличить спрос на арт-услуги, самостоятельно посмотрим, не врал ли его. Буквально через час после того, как я написал нанимателю о желании стать теггером, я залогнился во второй аккаунт телеги и решил отписать этому же менеджеру со стороны неизвестного, готовящегося к открытию наркошопа. Я сразу сообщил, что планирую заказать 5к тегов по Питеру, а значит заказ в среднем можно оценивать в 500 тысяч рублей. Естественно, такой крупный улов сразу заинтересовал менеджера и он предложил начать со ста надписи, а также сказал, что уточнит у ребят по Питеру, насколько это реально. В этот же момент я получил сообщение на свой актеру аккаунт с очевидным вопросом, смогу ли я работать по СПБ, так как там объявился крупный заказ. Я ответил положительно, однако сказал, что смогу подъехать туда лишь через неделю, на что получил добро. Можно сказать, что эксперимент прошел успешно. После этого я решил пройтись по другим менеджерам и попробовать взять на работу граффитчиков самостоятельно. Что ж, на этом этапе я встретил несколько неожиданностей. После того, как я отписал идентичный заказ другому менеджеру, сначала он сообщил, что он не может мне помочь с этими услугами, а потом внезапно сказал, что все-таки чуть подсобит не с поиском сотрудников. По итогу менеджер выложил в свой паблик вакансию граффичкой и написал в ней никнейм моего фейкового ТГ. Тут я понял, что эксперимент зашел чуть дальше обычного и я начал ждать сыпящихся мне ВЛС резюме художников. Результат не заставил себя долго ждать. Первый же отказ я получил достаточно быстрый сообщил условия. Уже привычная сигна с баллонами для вербовки оплата в районе 100 рублей. Парень сообщил, что ему 16 лет и в другом магазине ему за один тег платят побольше, так что не согласился сделать фото. А вот другой паренек был уже более заинтересован в работе. В этот раз парню было 19. Я сообщил ему все детали, однако решил поставить оплату в чуть большем размере, около 150 рублей. Спустя пару дней парень купил себе баллон, а я получил сигну с своей фамилией на транслите. Если ты сейчас смотришь это, то прости, пожалуйста, за лишние затраты. На баллон готов вас вместить, что ли? Такова жизнь. Напиши мне, пожалуйста, в Деректе, в Инстаграме. Запишем, между прочим, в социальной сети экстремистской. После этого случая я получал еще несколько откликов, однако они оказались пустышками, а уже через несколько дней тот самый менеджер, запостивший мою вакансию, забочил меня в своем паблике и закинул в ЧС мой аккаунт. Видимо, что-то заподозрил. Но на этом мой эксперимент не закончился. За пару дней до того, как я спрятался с тем самым менеджером, я решил опробовать самые простые методы сбора откликов граффитчиков. С уже третьего фейкового ТГ-аккаунта я создал свой паблик с объявлением о наборе тегеров по всем городам РФ и ушел в режим ожидания, в надежде получить хоть парочку от откликов из этой попытки. К моему удивлению, я действительно смог выцепить один отклик и решил действовать по старой схеме. Те же условия, та же оплата, однако отзыв оказался таким же пустышечным, и уже через пару мгновений я улетел в игнор, так и не получив заветную сигну. Правда, всех этих опытов, в принципе, вполне достаточно, чтобы сделать достаточно подкрепленные выводы не только о самой профессии граффитчиков, но и по ее экономике. Судя по всему, дела с оплатой граффитчиков обстоят таким образом. В среднем стоимость одной надписи со стороны заказчика варьируется от 100 до 150 рублей, а менеджеры, в свою очередь, могут зарабатывать на разнице, перепродавая заказы самим исполнителям за 50-100 рублей за тег. Таким образом, за 100 надписей заказчик может заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, а вот тегер получит в полтора-два раза меньше. Сходится ли это с картиной, которую нам выставил участник данного рынка в начале ролика? Что ж, вроде бы да, однако при попытке найма мы столкнулись с тем, что некоторые магазины могут платить и сильно больше 100 рублей за одну надпись. Ну и, наконец, давайте сделаем общие выводы и ответим на главный вопрос ролика. Кто такие граффитчики? Что ж, в общественном понимании это художники стрит-арта или вандалы, осквернившие здания баллонами с краской, однако в контексте наркорынка это ребята, которые наносят рекламные надписи на стены жилых зданий или торговых центров, работая по трафаретам или рисуя их от руки. Насколько легко стать граффитчиком? Эксперимент показал, что трудность устройства на работу тегером варьируется в зависимости от заказчика. Некоторые менеджеры сразу отправляют тебя в бой, как и в случае со спортиками, другие же проводят какое-то никакое собеседование и заставляют мало-мальски подтвердить свою профпригодность. Реально ли сесть в тюрьму за такую работу? В целом, да, однако, судя по полученной нами информации, вероятность отхватить по голове от случайных людей, полицейских или получить штраф куда выше, так что данная работа является чуть менее рискованной, чем работа кладманом или курьером. Но в любом случае, работать граффитчиком означает связывать себя с наркорынком, а значит, в случае, если вы не понравитесь своему нанимателю или у него возникнут претензии к вашей работе, вероятность получить спортиков у себя по двери имеет место быть. О последствиях таких событий я вам уже рассказывал в другом ролике, и они могут быть вполне пугающими, так что назвать данную работу безопасной тоже весьма трудно. Все дополнительные материалы будут, как всегда, в моем телеграм-канале, всякие интересные новости по этой теме, всякие без тензуры кадры. Пожалуйста, подписывайтесь на телегу, ссылка в описании. Если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на мой ютуб-канал и напишите, пожалуйста, в комментариях свои мысли по поводу этого ролика. А кого же разобрать в следующий раз? Какую интересную профессию разобрать в следующем видео? Обязательно поделитесь этим роликом со своими друзьями и отправьте обязательно вашему лучшему другу это видео. С вами был Иван Корчевиков, еще раз всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok